Май 1945 года. Советские войска взяли Берлин. Но война не закончилась. Еще шли бои с разродненными группировками немецких войск. И особенно сложной была обстановка на море. Экипажи боевых кораблей и подлодок проигнорировали приказ бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Германии адмирала флота Фриденбурга возвратиться на базу. Вечером 8 мая командир сторожевого корабля Балтийского флота принял доклад. На Зюйт-Вест в 15 кабельтовых обнаружена группа судов. Старший лейтенант Ильин на море такое видел впервые. Низкобортный, с малой осадкой. Офицер приказал приготовиться к стрельбе. И только в прицел канониры сторожевого корабля увидели на передовом судне флаг советского военно-морского флота. Это был отряд речных катеров Днепровской военной флотилии. 3 сентября 1945 года Москва салютовала советской армии и военно-морскому флоту. Япония капитулировала. Вторая мировая война закончилась. Значительная часть боевой работы при разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке легла на долю бронекатеров Амурской флотилии. В малообжитом крае моряки использовали узкие нерестовые лососевые реки как дороги. Высаживали десант, форсировали Амур, Уссури и Сунгари. Поддерживали огнем части 1-го и 2-го дальневосточных фронтов. В боях за Сахалин, Айгунь, Фугдин, Дзямусы, Харбин. Маневренные, хорошо защищенные вооруженные бронекатера стали настоящей головной болью для японских генералов. В огневой дуэли они побеждали танки. Уничтожить маневренные советские бронированные плоскодонки не получалось даже у японских смертников Камикадзе. В бурной реке японские бойцы, обвешанные взрывчаткой, к борту советских катеров подплыть не могли. И тогда японские солдаты прыгали со скал и подрывали себя на палубе. Осколки – рикошетель от бронированной рубки и артиллерийских башен, не нанося катерам повреждения. За 20 лет эволюции, начавшейся здесь же, на Дальнем Востоке, утлые деревянные лодки с пулеметом на носу вернулись в Амурскую акваторию, как говорили моряки, в танковой броне со скоростью и маневренностью боевого истребителя. Острая необходимость в бронекатерах выявилась еще в 1929 году. Советско-китайский вооруженный конфликт на КВЖД, Китайско-Восточной железной дороге, обнаружил проблему молодой Красной Армии. На реках воевать было нечем. Однако после перемирия с Китаем, создание речного флота руководство РККА отложило еще на пятилетку. О мониторах вспомнили в конце 30-х годов. Красная Армия готовилась к освобождению Западной Белоруссии. Ленинградское конструкторское бюро получило заказ ВМФ на разработку двухбашенного артиллерийского катера с противопульной броней. Необходимость назрела в первую очередь для того, чтобы создать как бы боеспособную подвижную батарею, которая имела при себе, во-первых, орудие крупного калибра, имела на ходу боезапас, и, во-вторых, могла менять свою позицию. То есть для авиации, если корректировщик определил, откуда является огонь, пока самолет-авиация-момортировщик пролетает, монитор меняет позицию. Новые корабли должны были действовать в верховьях Днепра. Летом его притоки сильно мелели до 50-70 сантиметров. Главный конструктор проекта «Бенуа» столкнулся с проблемой, как придать тяжелому катеру малую осадку. Ответ инженеру подсказал оброненный в лужу портсигар. Днище монитора он сделал практически плоским. Руководство ВМФ заявило, что при такой конструкции корабли будут неустойчивы на волнах. «Бенуа» быстро нашел, что ответить. «Вы когда-нибудь видели на реке шторм?» К началу Великой Отечественной войны были запущены в серию сразу два проекта речных бронекатеров. Большой, вооруженный двумя 76-мм орудиями, и средний, с одной пушкой на носу. Оба проекта оказались удачными. Конструктор отнес их к классу мониторов в соответствии с предполагаемой функцией. Монитор. От английского «монито» – контролирующий. Низкобортный бронированный боевой корабль для операции у морских берегов и на реках. Водоизмещение до 8 тысяч тонн. Вооружение до 12 орудий калибром от 102 до 381 миллиметров. Первый построен американским изобретателем Джоном Эриксоном в 1862 году. По названию «Судно-монитор» стали называть все корабли такого класса. Для защиты бронекатеров от осколков оружейно-пулеметного огня проектировщики отказались от открытых артиллерийских систем и применили 76-миллиметровые горные пушки, установленные в танковые башни. Также бронировались поступравление, машинное отделение, топливная цистерна и погреба. То есть советская броня, хромоникелевая, закаленная броня, она отличалась, значит, ну, определенной малой вязкостью. Поэтому, допустим, при стрельбе бронебойными снарядами, немецкими так называемыми болванками, то есть даже, значит, не пробитие вот этой брони, то есть не проходило сквозное пробитие, но внутренний слой брони от удара вот этого откалывался, причем иногда крупными кусками, что приводило иногда даже к гибели членов экипажа. Ну, и, соответственно, понадобилось поставить вот эту вот гомоненную броню, которая была более вязкая и менее склонная, так сказать, к вот этому отколу внутреннего слоя. К июню 1941 года наркомат судостроительной промышленности произвел 85 таких кораблей. Уже в первые недели войны в речных флотилиях, тесно взаимодействовавших с армейскими частями, самыми удобными во всех отношениях кораблями, оказались именно бронекатера. Эти мелкосидящие и в то же время бронированные корабли отлично решали свои задачи при непосредственном сопровождении армии вдоль речных путей или при переправах войск. От орудий крупного калибра бронекатера успешно уклонялись с помощью маневра. Они могли подойти близко к цели и почти в упор бить по ней. Благодаря высокой маневренности БКА уже на второй день войны моряки провели первую успешную высадку десанта в тыл противника. 24 июня 1941 года в 2.30 ночи орудия мониторов Дунайской военной флотилии открыли огонь по румынскому берегу. Прикрывшись дымами, от пирса отошли 4 БКА с отрядом десантников. Противоположный берег был хорошо укреплен инженерными сооружениями и минными полями. Катера подошли к там, где их меньше всего ожидали, посильно заросшей, заболоченной отмели. Моряки захватили траншеи противника и уничтожили крупнокалиберную батарею, обстреливавшую Измаил. 26 июня 1941 года войска 21-й армии, смяв передовые части группы армий «Центр», развернули контрнаступление на Бобруйском направлении. Гитлеровцы перебросили на этот участок резервы. Замысел противника – форсировать Березину и мощным ударом с фланга отрезать стрелковые дивизии от основных сил. Чтобы избежать окружения, требовалось срочно уничтожить немецкую переправу. Бомбардировщики к цели пробиться не смогли. Артиллерии не хватало дальности. Оставалось атаковать с воды. Задачу уничтожить мост получила Пинская военная флотилия. В ночь на 27 июня передовой бронекатер выдвинулся вперед с задачей изучить русло и провести разведку. Наблюдаешь на еле, вроде как гнездо такое, черное, чернеет. Думаю, ну, наверное, там сидит кукушка эта. Вот. И пулеметчику, значит, говорю, вот, видишь, черное на еле, наверное, на большой. Он говорит, вижу. Ну, я говорю, дай туда очередь. Вот он туда дал, оттуда упал. Снайпер, наверное, сидел там. Неожиданно завязалась перестрелка. Немцы, прикрывая снайпера, преждевременно обнаружили засаду. Моряки с борта своего катера открыли плотный огонь из стрелкового оружия, одновременно отводя катер от берега. Засада в этом месте была организована не случайно. Бронекатер здесь все равно бы остановился. Река оказалась перекрыта боновыми заграждениями. Подойти к переправе на расстоянии прямого выстрела было невозможно. Речники решили применить навесную стрельбу артиллерии. Передовой бронекатер, пройдя 12 километров по немецким тылам, высадил корректировочный пост. Утром под прикрытием БКА в зону стрельбы вошел флагман флотилии «Монитор Смоленск». Это 36-метровое бронированное судно водоизмещением 150 тонн, вооруженное четырьмя орудиями калибра 122 и 45 миллиметров. Имело очень малую для такого типа кораблей осадку. 70 сантиметров. Капитан укрыл судно в мелководных плавнях. С закрытой огневой позиции Смоленск уничтожил переправу, обеспечив советским частям возможность отхода. Первоначально предполагалось вооружить бронекатера 45-миллиметровыми орудиями, но потом их спешно заменили краткоствольными горными 76-миллиметровыми пушками в башнях танков Т-28 и Т-35, состоявших на вооружении Красной Армии. Такое решение позволило снабжать катера боеприпасами с армейских складов. Это было важно. В боевых условиях военные флотилии подчинялись армейскому командованию. В конце июля 1941 года гитлеровцы развернули наступление на киевском направлении. Основной удар противник нанес в районе села Триполье. Здесь немцы планировали прорвать оборону советских частей и сходу овладеть переправами через Днепр, блокировав на левом берегу десятитысячную группировку. Первыми к месту прорыва подоспела группа кораблей, усиленные монитором «Флягин» под командованием старшего лейтенанта Диденко. Века в этом месте резко меняла фарватер. Разрывы снарядов противника могли вытолкнуть корабль на песчаную отмель. Катера по ней проходили свободно, но тяжелый монитор водоизмещением 260 тонн при осадке 90 сантиметров запросто мог лечь на грунт. Командир решил отвезти судно на закрытую огневую позицию. Такое решение спасло экипаж. Подпустив противника поближе, Диденко скомандовал огонь. Немцев накрыл орудийный залп монитора «Флягин». Заработали носовые орудия катеров. Артиллерия противника открыла ответный огонь. За два часа боя немцы, потеряв 16 танков и более 200 солдат, отступили. Гитлеровцы подняли в воздух авиацию. Но когда бомбардировщики подошли к месту боя, корабли уже рассредоточились по реке. И все же 15 августа 41-го войскам вермахта удалось выйти на правый берег Днепра в районе сел Бубнова и Пирогова. Немцы планировали организовать здесь переправу для переброски основных сил. Ликвидировать брешь в обороне сухопутные части не могли, резервов не было. Чтобы сорвать замысел противника, на этот участок была переброшена группа боевых кораблей Днепровской флотилии «Передовой», «Верный» и «Жемчужин». У села Тарасовка отряд обстреляла немецкая артиллерия. Капитан-лейтенант Павлов приказал подавить огневые точки. Корабли уничтожили 10 танков, несколько немецких батарей. Но и сами получили серьезные повреждения. Суда «Жемчужин» и «Передовой» потеряли ход. В трюмах вспыхнул пожар. Командир корабля «Верный» старший лейтенант Алексей Терехин под перекрестным огнем возвратился к месту боя, взял на буксир и вывел из зоны обстрела поврежденные суда. Бронекатера иногда называли речными танками. На них действительно стояли такие же башни с 76-мм орудиями, как на Т-34. Но корпус катера имел отнюдь не танковую броню. А на нешироких реках с лесистыми берегами всегда существовала угроза попасть под кинжальный огонь. В такие минуты спасали искусство маневра и высокая скорость. На бронекатера типа 1124 устанавливались два авиационных двигателя АМ-34. Суммарная мощность силовых установок составляла 1700 лошадиных сил, благодаря чему 25-метровое судно водоизмещением 47 тонн развивало скорость в 21 узел, по сухопутному почти 40 км в час. По БК, несущемуся на самом полном ходу по извилистому речному фарватеру, противник практически не мог вести прицельный огонь. Еще одна конструктивная особенность, возможность переключения системы отвода выхлопных газов под воду делала катера практически бесшумными, а значит, незаметными на ночной реке. В последующем уже и не вспоминали, что этот двигатель был установлен на монитор совсем не по проекту. не удалось разработать вот в предвоенные годы ну, скажем так, компактный дизель для оснащения катеров и малых судов. Поэтому вынужденно ставили в общем-то моторы переделку советских авиационных моторов, которые отличались во-первых, высоким потреблением топлива, а во-вторых, они работали на бензине. Как вы понимаете, для катера, допустим, даже попадание крупнокалиберной пули в бахе или еще где-то, то есть, приводило к масштабному пожару. На фронте, наверное, не было такой задачи, которую бы не смогли выполнить БКА. На Онежском озере они проползли на брюхе все шхеры, вызывая на себя огонь немецкой артиллерии, чтобы засечь координаты батарей противника. На Волге от расторопности наших небольших катеров зависело снабжение борющегося Сталинграда. 1942 год. Немцы штурмуют Сталинград. На отдельных участках от Волги передовые части отделяло всего несколько сотен метров. Гитлеровцы стремились любой ценой перерезать в стратегическую водную магистраль, по которой перебрасывали до 60% грузов для фронта. Захватив господствующие над Сталинградом высоты, немцы взяли под прицел волжские фарватеры. неповоротливые баржи стали легкой мишенью. Ставка поручила снабжение города быстрым и маневренным бронекатерам Волжской военной флотилии. Для борьбы с самолетами на некоторые из них установили зенитные пушки Лендера. За ночь под огнем противника экипажи совершали по 8-10 рейсов, переправляя через Волгу продовольствие и боеприпасы, оружие и подкрепление. Большие катера принимали на борт по 200 бойцов с оружием, малые по 100. Люди набивались во все помещения, плотно стояли на палубе. Перегрузка при этом оказывалась такой, что делать резкие повороты было нельзя. Палубы сильно осевшего низкобортного судна захлестывала волной. На сильном течении создавалась угроза затопления. За два месяца дивизионы бронекатеров под командованием капитан-лейтенантов Лысенко и Пескова совершили в Сталинград 150 рейсов, перевезли тысячи солдат и сотни тонн грузов. Экипажи отбили 200 атак самолетов противника, уничтожили 15 бомбардировщиков. Если бы не мужество экипажей небольших, но вездесущих катеров Волжской флотилии, наша армия наверняка бы погибла без боеприпасов и продовольствия. В начале апреля 1945 года советские войска вышли к столице Австрии. Город разделял на две части полноводные весенние Дунай. Чтобы не дать отойти противнику к Бадену, нужно было оперативно перебросить тяжелую технику через реку, а для этого нужно было овладеть единственной уцелевшей в городе переправой имперским мостом в центре Вены. По данным разведки, гитлеровцы готовили его к подрыву. Атаки по суше успеха не имели. Оставалось одно действовать с воды. Операцию поручили ударному отряду Дунайской флотилии. В отличие от классических тихих ночных рейдов, пять БК отряда старшего лейтенанта Клоповского пошли на прорыв днем. В 12 часов бронекатера с десантом на самом полном ходу ворвались в центр Вены и оказавшись перед позициями противника открыли беглый огонь по обоим берегам. Смелый маневр застал немцев врасплох. Артиллеристы противника даже не успели развернуть орудия. Воспользовавшись замешательством головные БК поставили дымовую завесу. Под прикрытием огневую позицию заняли тихоходные плавбатареи. Расчет был на то, чтобы залп плавбатарей лег точно в 50 метрах от моста. Прикрывшись разрывами, мы прорвались к имперскому мосту и высадили десант сразу на оба края. Гвардейцы буквально скинули подробников в воду и двое суток поддерживаемые огнем бронекатеров держали захваченный мост в центре еще заняты врагом Вены. Работа экипажа и канониров была настолько слаженной, что за огнем артиллерии даже угадывался некий ритм «раз-два-три», «раз-два-три». И тут же второй борт «раз-два-три», «раз-два-три». Не потому ли на профессиональном сленге речников слаженную работу экипажа по сей день называют венским вальсом. Летом 1945-го обратно по речным фарватрам Европы мониторы шли, нет, летели как на крыльях порты, в доки, в родные шхеры домой. Война окончилась.